Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Меня зовут Мария, мне 32 года. Сколько я живу, я пытаюсь построить отношения с мужчинами. Так, сколько я живу и пытаюсь построить отношения с мужчинами, то каждый раз, особенно в последнее время, задаюсь вопросом, а боятся ли мужчине отказать девушке? Мужчины, наверное, отказать девушке. Например, мне на сайте знакомств кто-то нравится, я прищу примерно следующее. Здравствуйте, можно познакомиться. В ответ игнор. Объединена писала, вы не в моем вкусе. Было обидно, но горько, правда, лучше, чем сладкий обман. Точно так же и со старыми друзьями, никак не могу никого вытащить, провести со мной время, погулять, сходить на мероприятия. Если один друг все обещает, говорит, я позвоню в ответ из тишины. Я и так, и так, к нему еще подход, в итоге обещает и пропадает. Ссылается на занятость, а раньше он не ходил время. Он такой необязательный или не хочет со мной гулять. Я обговаривал все с ним, в итоге пустые обещания. Знаю нового музыканта, виделись на концерте, была у нас недоговоренность, я ему напишу в ВК, продолжу погулять или сходить на мероприятие. Написала в субботу и тишина. Точно так же и с парнями, с которыми познакомилась неделю-две назад. Никак не можем встретиться. Пишут, что его не было в городе или что он занял работой. И все самое обидное, даже не читают мои сообщения, хотя WhatsApp заходит. Неужели у них отвалится рука, если они мне напишут или позвонят? Или нога, если они со мной просто погуляют? Не могу найти ответ и подход. Помогите мне, пожалуйста. Ну, читая ваш вопрос, конечно, есть довольно струкальное такое, я бы сказал, сильное ощущение одиночества. Есть ощущение боли, ощущение мольбы, мольбы. Возможно, даже есть чувство такой покинутости, потерянности вашей. Хотя, здесь мне может быть просто кажется. Ну чё ж, давайте сначала ответим на ваш вопрос. Неужели у них отвалится рука, если они напишут или нога, если она погуляют? Нет. Самый главный вопрос, который здесь нужно себе задать, заключается в том, для чего человеку проводить своё время. Ведь это время, которое человеку никто не вернёт. И вот подумайте, пожалуйста, вот с какой стороны. Если я встречаю человека, который хочет провести со мной время, но который как бы нацелен на моё время, показывает мне. Интересно ли мне с этим человеком проводить его. И напротив, если я встречаю человека, который знакомит меня со своим временем, который показывает мне, как устроено, организовано, если угодно, его время. Как вы думаете, что лучше? И вот из вашего текста прямо вытекает то, что вы не делитесь с людьми своим временем. Вы хотите их время. Вы хотите их время. Но не демонстрируйте им своё. Вы пишите, можно ли с вами познакомиться. Вместо того, чтобы показать то, что вам интересно. Не знаю, даёте вы себе отсчёт или нет, что что-то довольно странный вопрос. Можно ли с вами познакомиться. Но ведь человек уже на сайте знакомств значит очевидно, что может. Иными словами, вы очень быстро ставите себя сильно ниже человека, с которым общаетесь. очень быстро ставите себя сильно ниже. И вот это, пожалуй, является серьёзной проблемой. Я думаю, что вам, как мне кажется, неинтересна ваша собственная жизнь. Я думаю, что вы не интересуетесь своей жизнью. Я думаю, что вам ваша жизнь кажется пустой. Я думаю, что в этом основная проблема. И я думаю, что именно это нужно решать. Ну, то есть, иными словами, наполнять вашу жизнь, вам и самой, чтобы не было такого, как вы описываете, чтобы не было таких вещей, как вы описываете. Я бы соврал, если сказал, что это очень легко. Но я бы и соврал, если бы сказал, что это суперсложно. Всё решаемо. Вопрос в том, хотите ли вы это решать или нет? Хотите ли вы работать со своей самооценкой, например, или нет? Если хотите, то мы вам в этом поможем. Вот то, что я могу вам сказать. Если вы неинтересны сами себе, то вы не будете интересны другим людям. Это, казалось бы, очень банальная вещь. Но я должен, к своему сожалению, вам её повторить. Понимаете? Вот Кудрячев Игорь Леонидович, мой коллега, очень хорошо вам ответил. Очень хорошо сказал в том, как обстоят дела. Но это немножечко, может быть, вам не придёт. Потому что, ну, возможно, вы как-то посчитаете, может быть, что так можно со всеми людьми. Да? То есть, ну, вы можете посчитать, что все люди так будут быть. Вот. С вами. С вами. Вау… Взаимодействовать. Поэтому, очень важно, чтобы вы демонстрировали именно свой интерес. Свои интересы людям, понимаете, чем лучше вы это будете делать, чем естественнее для нас будет этот процесс. Тем лучше и легче будет вам, но этому нужно учиться, если вы сами сейчас, например, обесцениваете себя. А у меня вот есть такое ощущение, что как раз-таки себя вы несколько обесцениваете. Но это корректируется, это корректируется. Вот вы пишите примерно следующее. Сколько я живу и пытаюсь построить отношения с мужчинами, выдаюсь вопросом на боец или мужчине отказать девушке. Понимаете, в чем штука, здесь чувствуется обида. Здесь чувствуется обида. Чувствуется, что вы обижены на мужчин. Чувствуется, что вы прямо хотите, чтобы кто-то побоялся вам отказать. Но подумайте, пожалуйста, вот о чем. Будете ли вы хотеть общаться, например, взаимодействовать, например, с человеком, который не отказал вам, только потому что, только потому что боялся. Понимаете? Какая штука. Вот обратите, пожалуйста, свое внимание именно на это. Но обиды у вас есть. Понимаете? Я бы посмотрел на вашу жизнь в целом. Я бы преследовал вашу жизнь в целом. Желательно менять. Начинать менять. И тогда у вас появятся все шансы для того, чтобы выстраивать отношения с людьми так, чтобы вы чувствовали себя, важный, нужный, ценный и так далее. А не ждать, пока кто-то побоится вам отказать. Так можно долго прождать. И не дождаться, кстати говоря. Поэтому, на мой взгляд, вам имеется смысл взять в руки ответственность за свою жизнь. Понимаете? Понимаете? И помочь в этом вам может быть психолог. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. И желаю вам всего самого доброго. Удачи! Обращайтесь на помощь! Спасибо! Удачи! 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 Продолжение следует...